Вы убьете одного меня Казей Мухаммада, но каждая капля моей крови превратится в тысячу новых Казей Мухаммадов. Я призываю курдский народ не прекращать свою борьбу за освобождение Курдистана. Курды, не доверяйте никому. Да здравствует Курдистан. Это была речь легендарного курдского лидера, президента Михабадской республики Курдистан, Казей Мухаммада, которого вели на казнь. Республика была основана Казей Мухаммадом, при участии СССР, и несколькими другими национальными лидерами Курдистана. Курдское государство просуществовало всего лишь 11 месяцев, поскольку иранское правительство и мировые державы выступили против курдского стремления к самоопределению. Через 11 месяцев, республика была захвачена и жестоко разрушена иранцами, а президент Курдистана, Казей Мухаммад, с братьями был повешен, на том же месте, где была провозглашена Михабадская республика Курдистан. Казей Мухаммад мог быть помилован от смертной казни, если напишет несколько строк с просьбой о пощаде уреза шаха. Но он отказался, предпочитая идти на виселицу. Я не стыжусь своей казни, ведь даже в момент, когда мое тело будет повешено, мои ноги все равно будут выше, чем головы моих врагов. Казей Мухаммад родился 1 мая 1900 году в городе Мехабад, Иранский Курдистан. По происхождению являлся курдом из курского племени, де Бокри, которые более 400 лет проживали в городе Мехабад. Семья Казей Мухаммада была знатной, из рода наследственных, духовных и светских судей. А также, его семья всегда отличалась патриотизмом. Его дед Файзулабек, в 1918 году возглавил ополчение, выступившее против турецко-германского вторжения. Его отец сотрудничал с известным курским вождем, Исмаилом Шемко, во время его восстания, против иранского правительства в 1920-х годах. Брат Казей Мухаммада, Садыр Кази, был председателем иранского парламента. После смерти отца Казей Мухаммад, был назначен судьей Мехабада, а чуть позже, он становится градоначальником всего города. Казей Мухаммад, был широко, образованным человеком. Кроме родного, курского языка, он владел шестью языками. Он являлся великим писателем, историком и исследователем, любил интеллектуалов писателей и поэтов, твердо верил в свободу и демократию и уважал национальные и религиозные меньшинства. Казей Мухаммад, был выдающимся человеком, производявший на всех, кто с ним встречался, глубокое впечатление. Невысокий мужчина, одетый в старую армейскую шинель, с легкой небритостью, строгим лицом и светлой кожей, он не курил, не пил, был крайне умерен в еде. И был настоящим интернационалистом, интересовался всеми народами мира и знал множество языков. Его стол был вечно завален книгами на иностранных языках. Казей Мухаммад считал, что курды происходят от древних мидий и цев, и очень много внимания уделял возрождению и развитию курского языка и культуры. Он даже держал при своем штабе двух молодых поэтов, которые писали поэмы на курском. Все стихи, а также политический журнал и газета под названием «Курдистан» и еще два литературных журнала, несмотря на недостаток бумаги, регулярно печатались в типографии, подаренной Красной армией. В 1942 году Казей Мухаммад руководил националистической организацией «Жияна Курдистан». На базе которой он в конце 1945 году, становится, председателем демократической партии, иранского Курдистана. Во время Второй мировой войны, советские и британские войска совместно оккупировали, иранскую территорию. Это позволило при участии СССР появиться двум новым республикам, Курдистан и Азербайджан. В состав Курской республики вошли некоторые территории, восточной части исторического Курдистана, которые долгое время находились под оккупацией Ирана. Отношения с азербайджанцами у курдов складывались напряженно, так как в состав Азербайджана вошел ряд курдских территорий с курдским населением, не желавшим подчиняться Тибризу. 12 декабря 1945 года в Тибризе провозглашается Демократическая республика Азербайджан. Президент новой республики становится Саид Джафар Пишевари. Следом за Азербайджанской республики, через полтора месяца, 22 января 1946 года, на центральной площади Чар-Чара, в городе Мехабад, новый президент Казий Мухаммад провозглашает Мехабадскую республику Курдистан. Казий Мухаммад объявил в своей речи, что курды – отдельная нация, живущая на собственной земле, и, как все нации, имеет право на самоопределение. Над зданием градоначальства был поднят курдский флаг, который в 1918 году был принят как общенациональный курдский флаг. На красно-бело-зеленый флаг с изображением солнца были добавлены две веточки пшеницы, а за ними были добавлены гора и сосна. Провозглашение Курской республики вызвало взрыв всеобщего энтузиазма. Участник событий, описывает царившую в городе атмосферу, следующими словами. В тот же день, я зарядил ружье и стал стрелять в небо, чтобы воздать благодарность Богу. В течение недели в Мехабаде не было ни дня, ни ночи, а только звуки, тамбура, и песен, и все мы танцевали на радостях. Мехабад превратился в культурную столицу всего Курдистана. Была переведена на курский язык вся система образования в регионе. Был разработан проект введения всеобщего, обязательного, среднего образования для детей от 6 до 14 лет, а также введения школьной формы. Для ликвидации неграмотности среди взрослых, предполагалось организовать вечерние курсы в школах. В типографии, оборудование которое было поставлено из СССР, началось активное издание литературы, в том числе учебников, на курском языке. Были предприняты также шаги по эмансипации женщин. Возникли женские организации, их участники помогали в создании школ и больниц. С наступлением весны, остров стал вопрос о защите республики от возможных враждебных акций, со стороны Тегерана. Верхушка местных племен не могла являться надежной опорой. Главной опорой правительства Кази и Мухаммада, стало курдское племя Барзан, прибывшее немедленно из Иракского Курдистана. 2000 барзанцев, во главе с военным лидером племени, Мустафой Барзани, составили костяк вооруженных сил Курской республики. Мустафа Барзани был назначен главнокомандующим, ему был присвоен генеральский чин. Окупационные советские войска, находясь в Иране, поддерживали существование двух новых республик, Курдистан и Азербайджан, и препятствовали иранской армии установить контроль над регионом. Но вскоре весной Сталин под давлением Великобритании и США, был вынужден принять решение о выводе оккупационных войск из Ирана. 4 апреля между СССР и Ираном был подписан договор, согласно которому Москва обязалась вывести войска, а Тегеран – предоставить ей нефтяные концессии в северном Иране. Войска были выведены в мае, тогда как премьер-министр Ирана, Кавам Аэс Салтан, Сталина обманул. После вывода советских войск, иранский Меджлис неожиданно отказался ратифицировать заключенное соглашение. О новой оккупации не могло быть и речи. Советские войска были выведены из Ирана, оставив молодую и неокрепшую Курскую республику один на один с правительственными войсками Ирана. После отхода советских войск, в декабре 1946 года иранские войска практически без сопротивления вступили в Азербайджанскую республику в город Тибриз, учинив массовые кровавые расправы в городе. Президент Азербайджанской республики Джафар Пешивари и вся азербайджанская верхушка республики успели убежать в СССР. После города Тибриз, с превосходящими силами, вооруженный до зубов, иранская армия пошла на Мехабадскую республику Курдистан. Иранцы разрушили Курскую республику. Три батальона Барзанцев не могли остановить 20 иранских батальонов. После захвата республики, по военному приказу, Кази и Мухаммада, Мустафа Барзани с оставшимся Барзанцами покидают Мехабад. Кази Мухаммад принял такое решение, поскольку понимал, что Мустафа Барзани и его оставшиеся войска являются последней надеждой курского народа. И, не ошибся. Перед смертью президент Кази и Мухаммад целует флаг и передает его доблестному генералу, Мустафе Барзанию, со словами. Молю Аллаха, чтобы он хранил тебя. Моя же жизнь пусть станет жертвой за соотечественников и уменьшит жертвы, которым они подвергаются. Защитите флаг Курдистана. Я надеюсь, вы не позволите этому флагу упасть на землю. Кази Мухаммад поставил перед Мустафой Барзани великую задачу. Под его словами скрывался смысл, то есть, поднимите флаг Курдистана в свободном и освобожденном Курдистане. После ухода Барзанцев, Кази Мухаммад начал переговоры с иранским генералом Хумаюни об условиях сдачи республики, а также договорился о том, что иранцы не совершат расправу над мирным курским населением. Несмотря на амнистию, в своей собственной участи он не сомневался, и последовавший вскоре арест не стал для него неожиданностью. Кази Мухаммад, жертвуя собой, надеялся спасти город от кровопролития вроде тех, которые происходили в Тибризе. По воспоминаниям участников событий, в роковые для него последние месяцы, Кази Мухаммад держался с поражавшим окружающих, хладнокровием и достоинством. Кази Мухаммад в день суда рассказал следующее. В моем распоряжении было шесть легковых машин и джип, и я в любой момент мог пересечь границу и спастись. Но поймите, я в отличие от Джафара Пишевари, лидера иранского Азербайджана, который убежал в СССР, не считаю себя слабой женщиной, чтобы убежать в момент опасности. Куда мне бежать? Здесь земля Курдистана, и здесь находятся могилы восьми поколений моих предков. Мустафа Барзани настойчиво предлагал напасть на тюрьму и освободить меня. Я не захотел, потому что обещал своему народу, что буду жить с ним и умру ради него. И кроме того, мне было жаль молодых барзанцев, потому что мала Мустафа Барзани и барзанцы являются последней надеждой курского народа. И я им отдал флаг Курдистана. До урочного дня этот флаг будет у них. С божьей помощью, я надеюсь, что этот день придет, и с помощью барзанцев он будет водружен над этим зданием, где меня судят, и на всех горах Курдистана. 30 марта 1947 года. Казий Мухаммад, его брат Садр Казий и его двоюродный брат, министр обороны Мехабадской республики Сейф Казий, были повешены на площади Чар-Чара, на том же месте, где была провозглашена Мехабадская республика Курдистан. Иранское правительство сделало все, чтобы стереть следы Мехабадской республики Курдистан. Выпуск газет на курском языке был прекращен. Обучение на нем запрещено. Все книги торжественно сожжены. 11 вождей курских племен, которых обвинили в симпатиях к республике, были расстреляны. После смерти Казий Мухаммада, Мустафа Барзани, чуть меньше 15 лет проходит через разные этапы, мучительных переселений, сражений, восстаний, пересекая кровавые границы, доставляет флаг в иракский Курдистан, где он добивается автономии, и поднимает флаг президента Казий Мухаммада, флаг Курдистана в свободном и освобожденном Курдистане. Где позже его сын Масуд Барзани, объявляет курский национальный флаг государственным символом, полунезависимого Южного Курдистана. Президент Масуд Барзани сказал, Я был рожден под тенью курского национального флага в Мехабаде, и я готов служить отчизне и умереть за этот флаг. В настоящее время, этот флаг, является национальным курским флагом и официальным флагом Курдистана, где он был утвержден 19 марта 1992 года. В 2012 году, парламент Курдистана, принял решение о том, что ежегодно, 17 декабря, будет отмечаться день национального курского флага. Потому что, именно 17 декабря, великий Казий Мухаммад, передает священный, национальный курский флаг доблестному генералу Мустафе Барзанию. Национальный курский флаг, стал священной ценностью и символом народа Курдистана. Курды по всему Курдистану и вдали от родины, отмечают этот день с почтением как дань памяти, всех тех поколений, которые, боролись ради этого флага, ценой своих жизней. Когда-то курский лидер, Казий Мухаммад произнес красивую, уникальную речь, которая сегодня укрепила единство курского народа и усилила их борьбу за исторический Курдистан. Речь Казий Мухаммада, была записана и сохранилась до наших дней. Давайте послушаем самого Казий Мухаммада с доскональным переводом. Я помню, как в школе спрашивали 2 плюс 2, сколько получится. Все в один голос говорили, 4. Я получал по математике низкую оценку и терял очки, потому что я считал, что 2 плюс 2 будет 1, а не 4. Я считаю, что зубы, две губы и язык не дают 4. Они дают единый крик. Я считаю, что 2 руки и 2 ноги человека не дают 4. Они работают в одном теле. Я считаю, что квартал, дом, улица и переулок не дают 4. А получится город, в котором живут богатые и бедные. Я считаю, что корни, ствол, листья и ветки не могут быть 4. Будет дерево, низкое или высокое, как чинар. Я считаю, что любовь, сердце, красота и честь не дают 4. Они превратятся в возлюбленную, полную любви. Все, что 2 плюс 2, получается 1. И не может быть 4, и примеров много, но как их можно посчитать? Насколько я знаю, если мое тело превратят в 100 кусков, выстрелят в меня или повесят. От всего моего сердца, я говорю, Курдистан, одна страна, их не может быть 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...